Чем особенная была эта сказка для тебя? Чем особенная эта сказка? 2018 адреса. Хороший вопрос. Чем она была особенная? Как ты себя чувствовал на ней? Чувствовал прекрасно. Наверное, не особенно, просто как-то улучшилось. Более глубоко были, более качественные были мастер-классы. Я бы сказал так. И подольше. Просто в прошлые годы они были где-то 2 часа, а тут уже на 3 часа ушло. И формат немножко я расширил. То есть раньше было так 50 на 50 лекция. И коучинг. Сейчас как бы так больше немножко было коучинга. Больше работы с клиентами, со слушателями. И чем особенный этот фестиваль? О чем запомнились тебе люди? Вот ты уезжаешь, вот были люди на мастер-классах, было общение, были встречи, знакомства. Вот что от людей запомнилось? Что хочется взять с собой? Ну, как всегда, я вижу всех счастливые и добрые люди, радостные, наполненные. Это, наверное, самое важное, потому что когда ты видишь… Да, это самое важное, да. Самое важное – это люди, которые мастер-классы, посетили мои мастер-классы. Ну, если про себя только говорить. То люди счастливые и довольные – это самая большая радость, когда ты видишь светящиеся глаза, желание что-то делать. И это великолепно, потому что ради этого мы все это делаем. И вдохновляет… Это еще больше вдохновляет на то, что нужно двигаться дальше и помогать, расширять. И да, появляются новые интересы, новые идеи о том, как это расширить процесс образовательно-воспитательный. Еще один раз я озвучил на этой сказке о том, что нужно… Государственную программу озвучим еще раз, что пора создавать государственную программу семейного образования и обязать ее к прохождению всех молодожен, кто хочет жениться. Они должны сначала пройти образовательную программу. Пошел, сдал. Теперь можешь расписаться. И то же самое с детишками. Привесим детей зачать. За год до зачатия детей родители должны пройти образовательную программу. Сдать зачеты. Если не сдали – сдали – получили премию. Какая-то поддержка детей. Потому что вы воспитываете благостных детей. У вас есть шанс это сделать. Если вы не прошли эту программу, то вам пенальти. Пенальти. Блэклист. Как ты чувствуешь, изменится мир, если вот эти программы, которые предлагаешь, исполнятся? О, это очевидно. Это обалденно. Поскольку… Ну, что подразумевает? Люди получат, по крайней мере, теоретическое знание, как минимум, как создавать правильную семью. И, соответственно, это улучшить их шансы создавать правильную, благостную семью на тех знаниях, которые они получат. И у них уже будет меньше шансов ошибиться и больше шансов создать благостную семью, так как мы хотим. А чем ты будешь заниматься, когда вот такой мир будет, если все будут благостные, знать знания? Чем ты будешь заниматься? А вы знаете, я буду медитировать. Боже мой, моя жизнь удалась. Какое счастье вокруг благостных людей. Это же так замечательно. Это самое лучшее, что мы хотим, чтобы все были. Вокруг нас люди счастливы. Вокруг нас люди счастливы. Это сам счастлив. Все взаимообменивается. И все замечательно и классно. Окей. Ты так счастливый, как будто уже встретился на этой сказке. И сейчас. Я в предвкушении этого процесса. Что было счастье. Это же тоже ради чего мы все хотим, чтобы все были счастливы. Вот этот маленький микро момент, когда ты видишь, когда люди заканчивают мастер-класс, и они счастливые, довольные. Это прайс-ласс. Это просто. Видно, как ты искренне веришь, радуешься, и прямо оно же тебя тянет это. Это классно. Дает силы. Да. Супер. Ну все тогда. Давай теперь мы в обратной связи.